Сура четвертая. Женщины. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. О люди! Остерегайтесь наказания вашего Господа, выполняя то, что Он повелел, и сторонясь того, что Он запретил, который сотворил вас, о люди, из одного человека, Адама, и сотворил из него пару ему, Хаву, а от них двоих распространил на земле много мужчин и женщин. И остерегайтесь наказания Аллаха, которым вы друг друга просите, и остерегайтесь нарушать родственные связи. Поистине, Аллах над вами наблюдает. И отдавайте сиротам, когда они достигнут совершеннолетия, их имущество, которое оставили им их умершие родители, если вы видите, что они способны хранить свое имущество, и не заменяете своим плохим имуществом хорошего, которое по праву полагается им. И не ешьте их имущество, ухищряясь, смешивая его с вашим, ведь это великий грех. А если вы боитесь, что не будете справедливы с девушками, сиротами, которые находятся на вашем попечении, если женитесь на них, что не сможете отдать им их брачный дар, как другим женщинам, то женитесь на других из тех, что приятны вам женщинах, на двух, или на трех, или на четырех. А если боитесь, что не будете справедливы между несколькими женами, то женитесь лишь на одной, или на тех, которыми овладели ваши десницы, так как не является обязательным придерживаться полной справедливости между невольницами. Это женить бы лишь на одной, ближе, чтобы не уклониться от справедливости. И давайте женщинам их обязательный брачный дар от чистой души. Если же они, ваши жены, соблаговолят чем-нибудь из этого, из брачного дара для вас, позволят пользоваться, то кушайте это, наслаждаясь и во благо. И не давайте о попечителе легкомысленным, расточительным мужчинам, женщинам и детям вашего имущества, того, которое находится в ваших руках, которое Аллах устроил вам для поддержки, которое является средством для жизни. И наделяете их из него, из этого имущества, и одеваете их, и говорите им, сиротам и легкомысленным, слово благое, будьте с ними мягкими и добрыми. И испытывайте, сирот, которые находятся на вашем попечении, на умение правильно распоряжаться имуществом, пока они не достигнут брачного возраста. А если вы заметите в них праведность веры и умение правильно распоряжаться имуществом, то отдавайте им их имущество. И не пожирайте его, имущество, сирот, расточительно и торопливо, пока они не вырастут и не заберут у вас своего имущества. А кто из вас богат, пусть будет воздержан, и ничего не берет с имущества сироты. А кто из вас беден, пусть ест согласно мере, по мере необходимости, когда вынужден. А когда вы отдаете им, сиротам, их имущество, то берите к ним свидетелей, чтобы застраховать себя от непризнания ими этой передачи, и довольна того, что Аллах ведет счет. И пусть опасаются те, которые, если бы оставляли позади себя слабое потомство малолетних детей, боялись бы за них, что по отношению к ним будут поступать несправедливо, и они останутся бедными. Пусть же они, попечители, сирот и другие, остерегаются наказания Аллаха, сохраняя имущество сирот, хорошо воспитывая их и не причиняя им страдания, и пусть говорят им слово правильное, справедливые и добрые речи. Поистине те, которые пожирают имущество сирот, по несправедливости, они лишь пожирают в свои животы огонь, и будут они гореть в пламени, в аду. Наставляет вас Аллах относительно ваших детей. Мужчине дается доля наследства, подобная доле двух женщин. А если они, дети, женщины, числом больше двух, то им полагается две трети того, что он умерший оставил. А если она дочь, только одна, то ей половина. А родителям его, умершего, каждому из двух, одна шестая того, что он оставил, если у него есть ребенок. А если у него, у умершего, нет ребенка, и его наследниками являются его родители, то матери одна треть, а отцу все остальное. А если есть у него братья, то матери достается одна шестая наследство. И такое распределение наследственного имущества делается после исполнения завещанного, которое он умерший завещает, или долга, который был на нем. Родители ваши или ваши дети, вы не знаете, кто из них ближе вам по пользе, поэтому не отдавайте предпочтение одним над другими. И это наставление является предписанием от Аллаха, поистине Аллах знающий и мудрый. И вам, о мужчины, половина того, что оставили ваши супруги, жены, если у них нет ребенка. А если у них, у ваших жен, есть ребенок, то вам четверть имущества. И такое распределение наследственного имущества делается после исполнения завещанного, который он умерший завещает, или долга, который был на нем. А им, вашим женам, четверть того, что оставили вы, мужья, если у вас нет ребенка. А если у вас есть ребенок, то им, вашим женам, одна восьмая того имущества, что вы оставили. И такое распределение наследственного имущества делается после исполнения завещанного, который вы завещаете, или долга, который есть на вас. А если мужчина оставляет наследство только по боковой линии, или женщина, у него или у нее нет родителей и детей, и у него или у нее есть брат по матери или сестра по матери, то каждому из них обоих одна шестая. А если их братьев и сестер по матери больше этого, то они соучастники в трети, треть имущества делится между ними поровну, независимо, мужчиной или женщиной. И такое распределение наследственного имущества делается после исполнения завещанного, который завещается, или долга, который есть на умершем, не причиняя вреда по наставлению от Аллаха. А Аллах, знающий, в чем благо для его рабов, и сдержанный, не спешит с наказанием. Это положение, касающееся сирот, женщин и наследства, границы Аллаха, которые он установил. А кто повинуется Аллаху и его посланнику в том, что он предписал для своих рабов, того он ведет в сады рая, где декут под ними, под дворцами и деревьями реки, и они пребудут в них, в райских садах, вечно. И это, обретение такой награды, великий успех. А кто ослушается Аллаха и его посланника и приступит его границы, те, которые он установил, того он ведет в огонь ада, на вечное пребывание в нем и для него унижающее наказание. А те из ваших женщин, которые совершат мерзость, прелюбодеяние, то при вынесении решения относительно них, должно быть свидетелями против них четверо, справедливых мужчин, из вас и из числа верующих. Если они свидетели, засвидетельствуют против таких женщин, что они видели прелюбодеяние, то держите их, тех женщин, в домах, пока не успокоит их смерть или пока Аллах не устроит для них путь, другое решение. Таким было положение по прелюбодеянию в начале ислама, затем это положение было отменено аятом из суры свет и другим положением, которое Аллах Всевышний дал через своего посланника. «А те двое из вас, которые совершат это прелюбодеяние, причинят им страдания. Побейте, поругайте и покиньте их. Если они оба раскаются и исправят, совершая благие деяния, то отвернитесь от них, не причиняйте им страданий. Поистине, Аллах, принимающий покаяние, милостивый». Ведь у Аллаха есть обещание принимать покаяние для тех, которые совершают зло, грех, поневедению, а потом каются вскоре. Такие Аллах принимает их покаяние, даруя им прощение, и поистине Аллах знающий и мудрый. Это положение также было в начале ислама, затем оно было отменено другим положением. Если совершит близость свободный, совершеннолетний и находящийся в здравом уме мужчина или женщина, то он или она побивается камнями насмерть, остальные же подвергаются биению плетью. Но нет покаяния для тех, которые совершают плохие деяния, грехи, а только когда приходит к одному из них смерть, он говорит «Я каюсь теперь в своих грехах». И также нет покаяния для тех, которые умирают, будучи неверными. Таким упорно грешащим и неверующим мы приготовили мучительное наказание. О вы, которые уверовали! Вам не дозволяется принимать в наследство женщин, оставшихся после смерти ваших отцов, полностью распоряжаясь их положением, разрешая или запрещая им выйти замуж, против их воли. И не препятствуйте, о мужья, им, женщинам, уносить часть того, что вы им даровали в качестве брачного дара, когда вы не желаете продолжать жить с ними, разве что они, женщины, совершат очевидную мерзость, прелюбодеяние. И обходитесь с ними, с женами, достойно, с любовью, уважением и исполнением их прав. Если же вы не любите их, ваших жен, то терпите, так как может быть что-либо вам и нелюбимо, а Аллах устроил в этом великое благо. А если вы, о мужья, захотели замены одной супруги другой, развестись с одной и жениться на другой, и одной из них разводимой дали кентар, большое количество имущества, то не отбирайте из него, из того имущества ничего. Разве вы станете отбирать это, поступая лживо и совершая явный грех? До ислама некоторые мужья, когда разводились с женами, ложно обвиняли их в прелюбодеянии и оставляли брачный дар и любое другое имущество жены у себя. И как вы, о мужчины, можете отбирать это, брачный дар ваших жен, когда вы сошлись друг с другом, имели близость, и они, жены ваши, взяли с вас суровый завет о том, что вы будете удерживать их у себя, согласно принятому среди людей, либо отпускать их, соблюдая их права и не причиняя им вреда. И не женитесь на тех женщинах, на которых уже были женаты ваши отцы, разве только это произошло раньше, до этого запрещения. Поистине это, такая женитьба является мерзостью, ненавистным деянием и скверным путем. Запрещены вам ваши матери, мать, бабушка, и ваши дочери, дочери, внучки, и ваши родные сестры, сестра по отцу и по матери, сестра по отцу и сестра по матери, и ваши тетки со стороны отца, и ваши тетки со стороны матери, и дочери брата, и дочери сестры, и ваши матери, которые вас скормили, молочные матери, и ваши сестры по кормлению, молочные сестры, и матери ваших жен, независимо, имели вы с ними близость или не имели, И ваши падчерицы, которые находятся под вашим покровительством, заботой и воспитанием от ваших жен, которым вы уже вошли, имели близость. А если вы еще не вошли к ним, не имели близость, то нет греха на вас жениться на ваших падчерицах после развода с их матерями или их смерти. И жены ваших сыновей, которые произошли от ваших поясниц, родных, а не приемных сыновей. И также запрещено объединять двух сестер, одновременно жениться на двух сестрах и даже молочных, если только это не произошло раньше, до этого запрещения. Поистине, Аллах прощающий тех, кто грешит, если они каются, и милосердны, так как Он не возлагает ничего, кроме только возможного. На двоюродной сестре уже можно жениться. Смотрите Суру 33, аят 50. В Сунни есть запрет на то, чтобы одновременно быть женатым на женщине и ее тете, как со стороны отца, так и со стороны матери. И также запретны вам замужние из женщин, если только ими не овладели ваши десницы, если только они не стали вашими невольницами. Все эти женщины запрещены вам по предписанию Аллаха для вас. И разрешено вам то, что за этим остальные женщины, стремясь своим имуществом, соблюдая целомудрие, оберегая свою супружескую верность, не распутничая, не совершая прелюбодеяния, а за то, чем вы пользуетесь от них, за дозволенное супружество, давайте им, вашим женам, их награду, брачный дар, по обязательному установлению от Аллаха. И нет греха над вами, в чем вы, муж и жена, согласитесь между собой после установления размера брачного дара на увеличение или уменьшение его, поистине Аллах, знающий дела своих рабов и мудрый в своих решениях. На невольнице можно жениться после ее месячных, когда станет ясно, что она не беременна. А кто из вас не обладает достатком, чтобы жениться на целомудренных верующих, женщинах, у кого нет возможности дать брачный дар свободным женщинам, то пусть женится на женщинах из числа тех, которыми овладели десницы ваши, из числа ваших верующих рабынь, невольниц. И Аллах лучше знает вашу веру. Вы одни от других. Женитесь же на них, на женщинах, с дозволения их семей и давайте им их плату, брачный дар, достойным образом, по взаимному согласию о мере этого дара, целомудренным, воздерживающимся от запретного, нераспутничающим, не совершающим прелюбодеяния и не берущим приятелей. И если они, невольницы, стали замужними, и затем, если совершат мерзость, прелюбодеяние, то им половина того, что полагается свободным женщинам из наказания. Это дозволение жениться на невольницах позволено тем из вас, кто боится тягости, что совершит прелюбодеяние или трудно ему удерживаться от совершения близости. А если вы будете терпеливы, чтобы не жениться на невольницах, то это лучше для вас. И Аллах прощающий и милосердный в том, что позволил вам жениться на невольницах, когда у вас нет возможности жениться на свободных женщинах. Аллах хочет разъяснить вам положение истинной веры и вести вас по путям тех пророков и праведников, которые были до вас, и принять ваше покаяние. И ведь Аллах знающий и мудрый. И Аллах хочет принять ваше покаяние, простить ваши грехи, а те, которые следуют за страстями, хотят, чтобы вы отклонились от истинной веры, великим отклонением. Аллах своими предписаниями хочет облегчить вам, ведь человек создан слабым. О вы, которые уверовали! Не пожирайте имуществ ваших между собой не по праву, путем расставщичества, азартных игр, обман, кражи, если это только не торговля по взаимному согласию между вами. И не убивайте самих себя, себя и друг друга. Поистине, Аллах к вам милосерден. А кто делает это, будет брать чужое имущество, по вражде и несправедливости, переходя границы, установленные Аллахом, того мы будем жечь в огне ада, и это для Аллаха легко. Если вы, о верующие, будете сторониться больших грехов, что запрещаются вам, многобожие, отслушание родителей, убийство без права, то мы удалим от вас ваши плохие деяния, простим малые грехи и введем вас в почетное место, в рай. И не желайте того, чем Аллах дал одним из вас преимущество перед другими, богатство, пропитание. Мужчинам доля воздаяния из того, что они приобрели, совершили дел, а женщинам доля воздаяния из того, что они приобрели, совершили дел. И просите у Аллаха, чтобы Он дал вам из Его щедрости, вместо того, чтобы просто желать. Поистине, Аллах о всякой вещи знающий. «И каждому человеку мы сделали близких, которые наследуют то, что оставили родители и родственники. А те, с которыми вы заключили клятвенный договор о том, что окажете им помощь и дадите что-то из наследства, давайте им их долю. Поистине, Аллах всякой вещи свидетель». Наследование по клятвенному договору было в начале ислама, но затем оно было отменено аятами о наследстве. Мужья стоят над женами, руководят ими за то, что Аллах по своей мудрости дал одним мужчинам преимущество перед другими женщинами, и за то, что они, мужчины, расходуют из своего имущества, дают им свадебный дар и обеспечивают их. «И праведные женщины – это такие, которые всецело подчинившиеся Аллаху и затем своим мужьям, сохраняют тайны, что им положено хранить в отсутствии мужей, благодаря тому, что охраняет сам Аллах. Оказывается, действие. А тех женщин, непокорности которых вы опасаетесь, увещевайте и покидайте их на супружеских ложах. И если это не поможет, то побивайте их, не причиняя вреда. И если они, непокорные женщины, станут покорны вам, то не ищите пути против них. Поистине, Аллах высочайший и великий, и Он отомстит тем, которые чинят зло и несправедливость по отношению к другим. А если вы, о близкие супругов, боитесь разлада между обоими супругами, то пошлите судью из его семьи и судью из ее семьи, чтобы они решили, в чем благо для супругов. Если они, два судьи, пожелают примирения, то Аллах поможет им, супругам. Поистине, Аллах знающий и всеведающий. И служите и поклоняйтесь только одному Аллаху. И не предавайте Ему никого в соучастники, никого, кроме Него, не обожествляйте. И к родителям проявляйте наилучшие отношения словами, делами, имуществом. И также к родственнику, родственникам, и к сиротам, и к беднякам, и соседу, который является родственником, и соседу, который не является родственником, и спутнику в пути, который рядом, и нуждающемуся путнику, и тем, которыми овладели десницы ваши, вашим невольникам. Поистине, Аллах не любит тех, кто горделив, высокомерных и хвастлив, которые скупятся и приказывают людям скупать, быть скупыми и скрывают то, что даровал им Аллах от своей щедрости. И приготовили мы для неверных унизительное наказание. И также мы приготовили унизительное наказание тем, которые тратят свое имущество на показ пред людьми и не веруют ни в Аллаха, ни в последний день, день суда. И тот, чьим товарищем является сатана, то плох он, сатана, как товарищ. И что плохого случится с ними, если они уверуют в Аллаха и в последний день и будут расходовать из того, чем наделил их Аллах, желая его довольства и надеясь на его награду. И ведь Аллах знает о них, о том, что они делают, и воздаст им за это. Поистине, Аллах не обидит и на вес пылинки, никому нисколько не убавит его деяний. И если будет хоть какое-то хорошее деяние, он умножит его и дарует от себя великую награду – рай. И как же будет положение людей в день суда, когда мы приведем от каждой общины по свидетелю, посланника, который был отправлен к ним, и приведем тебя, о пророк, как свидетеля против этих, против твоей общины, что ты довел до них послание их Господа? В тот день и в день суда пожелают те, которые стали неверными и ослушались посланника, чтобы сравнялась с ним земля, чтобы Аллах превратил их в пыль. И не скроют они от Аллаха никакой речи. Аллах Всевышний запечатает их уста, и против них будут свидетельствовать их органы. «О вы, которые уверовали! Не приближайтесь к молитве, когда вы пьяны, пока не будете понимать, что вы говорите. Этот аят был неспослан еще до того, как был неспослан аят о полном запрещении опьяняющих средств. И также не приближайтесь к молитве оскверненными, будучи в состоянии большого осквернения, кроме как будучи в пути, не имея воды или просто проходя через мечеть, пока не омоетесь, пока не совершите обряда большого омовения. А если вы больны, так что не можете использовать воду, или ее использование увеличит болезнь, или находитесь в дальней поездке, или кто-нибудь из вас пришел из отхожего места, или вы прикасались к женщинам, имели с ними близость и не нашли воды, то вместо омовения водой совершайте обряд очищения чистой землей, таямум, и обтирайте ею ваши лица и руки. Поистине Аллах снисходительный и прощающий». Разве ты, о пророк, не видел тех, которым дарована часть из Писания, иудеев, у которых лишь только часть знания из настоящей Турли? Как они покупают заблуждение, меняют истинный путь на заблуждение, оставляя имеющиеся у них доводы, которые указывают на то, что Мухаммад является истинным посланником, и хотят, чтобы вы, о верующие, сбились с дороги. А Аллах лучше, чем вы, о верующие, знает ваших врагов, враждебность этих иудеев к вам. И достаточно Аллаха как покровителя, и достаточно Аллаха как помощника, который помогает вам против ваших врагов. Из тех, которые стали иудеями, есть такие, которые искажают слова Торы, переставляя их со своих мест, чтобы скрыть признаки последнего посланника, измышляя на Аллаха ложь. И говорят они пророку, «Мы слышали, что ты сказал, и не повинуемся тебе. Послушай нас без того, чтобы быть услышанным, но мы не будем тебя слушать. И будь внимательным к нам, искажая смысл произносимого своими языками и нанося удары вере». А если бы они, эти иудеи, сказали пророку, «Мы слышали и повинуемся, слушай и посмотри на нас», то это было бы лучше для них пред Аллахом и прямее по речи. Но проклял их иудеев Аллах за их неверие, за то, что они отвергли пророчество Мухаммада, и они не становятся верующими, кроме только немногих. Иудеи обращались к посланнику Аллаха со словами Раина «позаботься о нас, будь внимательным к нам», но вкладывали в него другой смысл – легкомысленный, хотя звучание обоих слов одинаковое. «О вы, которым даровано Писание! Уверуйте в то, Коран, что мы не спаслали, для подтверждения истинности того, что есть у вас, Торы, прежде чем мы сотрем лица и обратим, повернем их назад или проклянем их, тех, кто сеет беспорядок, превратив их в свиней и обезьян, как прокляли нарушителей субботы, иудеев, которые занимались ловлей рыбы в субботу, нарушая запрет Аллаха. И ведь веление Аллаха исполняется всегда». Поистине, Аллах не прощает без полного покаяния, когда Ему предаются товарищи, когда кого-либо равняют Ему, но прощает то, что меньше этого, другие грехи, кроме многобожия и неверия, кому пожелает. А кто предает Аллаху сотоварищей, совершает многобожие, тот измыслил великий грех. «Развитый, о пророк, не видел тех, которые очищают самих себя, говорят, что на них нет греха? Нет, Аллах очищает от грехов, кого пожелает, и не будут они притеснены, не будут убавлены их благие дела, даже на величину нити, на финиковой косточке». «Посмотри, о пророк, как они измышляют на Аллаха ложь, и довольна в этом измышлении явного греха. «Развитый, о пророк, не видел тех, которым дарована часть из Писания, иудеев, у которых лишь только часть знания из настоящей Торы, они веруют в Идала и уже Бога, Сатане и тем, кому поклоняются помимо Аллаха, и говорят о тех, которые стали неверующими. Эти вернее путем, чем те, которые уверовали. Такие – это те, которых проклял Аллах, а кого проклинает Аллах, тому ты не найдешь помощника, который защитил бы от жестокого наказания». «Или неужели у них, у этих иудеев, есть хоть доля власти? И если бы так и было, была бы у них хоть доля власти, то они не дали бы людям и выемки на финиковой косточке. Или же неужели они, иудеи, завидуют людям, пророку и верующим, за то, что даровал им Аллах от своей щедрости, пророчества пророку и веру верующим? А ведь мы уже даровали роду Ибрахима Писание, книги, которые не спосылались пророкам, и мудрость, пророчество, и даровали им потомкам Ибрахима, Дауду и Сулейману великую власть. «И из них, из тех людей Писания, оказались те, которые уверовали в него, в Мухаммада, как в пророка, и из них же оказались те, которые стали отклонять людей от него, и достаточно для неверующих гиены ада, как пламени. Поистине, тех, которые стали неверующими в наши знамения, мы будем сжечь их в огне ада. Всякий раз, как обгорят их кожи, мы заменим им те кожи другими кожами, чтобы они вкушали наказание. Поистине, Аллах величествен в Своем владычестве и мудр в Своих решениях и повелениях. «А тех, которые уверовали в Аллаха и совершали праведные деяния, исполняли Его повеления и оставляли то, что Он запретил, мы введем в сады рая, где текут под ними, под дворцами и деревьями, реки, и они пребудут в них, в райских садах, вечно. Для них там супруги чистые, из которых не выходит ничего нечистого, ни лжи, ни грехов, ни ослушания. И введем мы их в тень тенистую, в райские сады. Поистине, Аллах повелевает вам возвращать доверенное имущество владельцам Его, и также Он повелевает, когда вы судите среди людей, то судить по справедливости. Ведь Аллах, как прекрасно то, чем Он увещает вас. Поистине, Аллах слышащий и видящий. О, вы, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь посланнику и обладателям власти среди вас в том, что не является ослушанием Аллаха. Если же вы припираетесь о чем-нибудь, то верните это Аллаху, рассмотрите в Коране, и посланнику смотрите решение в Суни, если вы на самом деле веруете в Аллаха и в последний день, день суда. Это возвращение к Корану и Суни лучше, чем спор и предположение, и прекраснее по исходу, по итогу. «Разве ты, о пророк, не видел тех лицемеров, которые утверждают, что они уверовали в то, что неспослано тебе, в Коран, и что неспослано до тебя, в Писания, которые были неспосланы прежним пророкам? И в это же время они хотят обращаться за судом к лжебогу, не к тому, что постановил Аллах, а хотя им приказано не веровать в него, в ложный закон. И сатана, призывая их следовать ложному закону, хочет вести их в далекое заблуждение. И когда им говорят, идемте к тому, что неспослал Аллах, к Корану и к посланнику, ты, о пророк, видишь, как лицемеры отворачиваются от тебя полностью. А как же бывает, когда постигает их, тех лицемеров, несчастье за то, что уготовили их руки, за содеянные грехи, а потом они приходят к тебе, о пророк, оправдываясь и клянять Аллахом? Мы этим поступком хотели только благого и примирения между спорящими. Такие – это те, о которых знает Аллах, что у них в сердцах, о лицемерии, которые они скрывают. Отвернись же, о пророк, от них и увещай их, предупреждай об опасности того, что они придерживаются, и говори им о них самих слово убедительное. И каждого посланника мы отправляли для того, чтобы ему повиновались с дозволения Аллаха, по его повелению. А если бы они, когда притеснили себя, обратившись за судом к лже-богу, пришли к тебе, о пророк, при твоей жизни, и попросили бы прощения у Аллаха, и попросил бы у Аллаха прощения для них посланник, они непременно обнаружили бы, что Аллах принимает покаяние и является милостивым. Но нет. Я, Аллах, клянусь твоим, о Мухаммад, Господом, самим собой. Не уверуют они, пока не сделают тебя судьей, обратившись к тебе самому при твоей жизни и к твоей сумме после твоей смерти, в том, что запутано между ними во всех спорных ситуациях, и потом не найдут они в своих душах стеснения, сомнения и неудовлетворенности к тому, что ты решил и подчиняться полностью. А если бы мы предписали, сделали бы обязательным им, лицемерам, которые обратились за судом к лже-богу, «убейте самих себя, невинные пусть убьют беззаконников, или выйдите из ваших домов, покиньте свои жилища», то сделали бы это только немногие из них. А если бы они сделали то, о чем их увещают, то это непременно было бы лучше для них и сильнее для укрепления их веры. И тогда мы даровали бы им от нас великую награду и в этом мире, и в вечной жизни. И непременно повели бы мы их по прямому пути, который ведет к довольству Аллаха и раю. А кто повинуется Аллаху и посланнику, то они вместе с теми, кого благодетельствовал Аллах из числа пророков, правдивейших, павших за веру и праведных, и как прекрасны они в раю, как товарищи. Это щедрость от Аллаха, и достаточно Аллаха как знающего. О вы, которые уверовали, соблюдайте осторожность, знайте своего врага и будьте готовы к встрече с ним. И выступайте навстречу с врагом, отрядами или выступайте все вместе. И поистине среди вас есть такой, лицемеры, трусы и люди со слабой верой, который непременно отстает, когда другие выходят навстречу с врагами, и когда постигнет вас несчастье, смерть и поражение, он говорит, радуясь своей задержке, «Оказал мне Аллах милость, что я не присутствовал среди них». А если вас, о верующие, постигнет щедрость от Аллаха, когда вы захватите трофеи, то он обязательно скажет с завистью и с сожалением, как будто бы между вами и им никогда не было никакой дружбы. О, если бы я был вместе с ними и добился бы великого успеха! Пусть же сражаются на пути Аллаха, помогая его вере и возвышая его слово, те, которые покупают в обмен на земную жизнь вечную жизнь. И если кто сражается на пути Аллаха только ради довольства Аллаха и будет убит или победит, мы даруем ему великую награду. И почему вы, о верующие, не сражаетесь на пути Аллаха, помогая истинной вере, и почему вы не сражаетесь за слабых из мужчин и женщин и детей, на которых покушаются враги, и они, не имея выхода, говорят «О Господь наш, выведи нас из этого селения, Мекки, жители которого являются притеснителями, причиняют зло самим себе, неверием и заставляют страдать верующих. И дай нам от тебя покровителя, который бы занялся нашими делами, и дай нам от тебя помощника, который помог бы нам против злодеев». «Те, которые уверовали, сражаются на пути Аллаха, а те, которые стали неверующими, сражаются на пути лжебога, сея на земле беспорядок и несправедливость». «Так сражайтесь же, о верующие, со сторонниками сатаны, неверующими и многобожниками, которые взяли себе сатану покровителем и повинуются ему. Поистине, козни сатаны слабы». «Разве ты, о пророк, не видел тех, которым до разрешения Аллахом воевать было сказано, «удержите ваши руки от сражения против врагов ваших из числа многобожников, и совершайте молитву, и давайте обязательную милостыню, козакят, а когда же было предписано сделать обязательным им сражение, то вот часть их стали бояться людей так же, как боятся Аллаха, или даже еще большим страхом». И сказали они, «О Господь наш, почему ты предписал, сделал обязательным нам сражение, если бы ты отложил нам до близкого срока? Скажи им, о пророк, пользование этим миром недолго, а вечная жизнь лучше для того, кто остерегался наказания Аллаха. И не будете вы притеснены даже на величину нити на финиковой косточке. Где бы вы ни были, настигнет вас смерть, когда закончится ваш жизненный срок, даже если вы будете в воздвигнутых башнях вдалеке от поля сражения, и если постигнет их хорошее мирские благо, они, радуясь, говорят, «Это от Аллаха», а когда постигнет их плохое, они говорят, «Это от тебя, о Мухаммад». Скажи им, о пророк, все это от Аллаха, по его предопределению и решению. И почему же эти люди никак не могут понять ни одного рассказа, который говорится им? Что постигло тебя, о человек из хорошего, то это от Аллаха, по его щедрости и благодеянию, а что постигло тебя из плохого, то это от самого себя, из-за твоих грехов. И послали мы тебя, о Мухаммад, к людям, ко всему человечеству, посланникам, и довольна Аллаха, как свидетеля. Кто повинуется посланнику, тот, значит, повинуется Аллаху. А кто отворачивается от повиновения Аллаху и затем его посланнику, то мы не посылали тебя, о пророк, хранителем над ними, который наблюдал бы за их деяниями и учитывал бы их. Счет и расчет дел у Аллаха. И говорят они, эти отворачивающиеся лицемеры, когда находятся у посланника Аллаха, от нас повиновение. А когда они, говорящие это, выходят от тебя, о посланник, то группа из них замышляет ночью не то, что эта группа говорит, когда находится у тебя. А Аллах записывает то, что они замышляют по ночам, и воздаст им за это. Отвернись же, о посланник, от них, не наказывай их, и положись на Аллаха, доверься полностью Ему. И достаточен Аллах, как покровитель, сторонник и защитник. Неужели они не подумают о Коране? А ведь если бы он, Коран, был не от Аллаха, то они непременно нашли бы в нем много противоречий. А когда придет к ним, к тем, у которых в душах болезнь, а это либо лицемер, либо люди со слабой верой, какое-нибудь дело, весть, которая вселяет спокойствие, как, например, весть о победе верующих, или от которой возникает страх, как, например, поражение верующих в битве. Они, не проявляя терпения, разглашают, рассказывают людям об этом. А если бы они сначала вернули его, эту весть, к посланнику и обладающим властью из них, к знающим людям или руководителям отрядов, чтобы они выяснили его истинность и затем приняли решение оглашать или уже умолчать об этом, тогда узнали бы его те, которые стараются проникнуть в суть этой вести из них. Если бы не щедрость Аллаха к вам, в данном случае Ислам, Коран и посланник, и не его милость, откровение Аллаха, его снисходительность, его содействие и его благодеяние, то вы бы последовали за сатаной, кроме немногих. И сражайся же, о пророк, на пути Аллаха, чтобы возвысить его слово, и вменяется это в обязанность только самому тебе, не оставляй борьбу на пути Аллаха, даже если останешься один, и побуждай верующих к борьбе на пути Аллаха. Может быть, Аллах тобой и верующими удержит ярость тех, которые стали неверующими. И ведь Аллах самый сильный яростью, могуществом и самый суровый в наказании. Кто будет посредником в хорошем деле, в улаживании отношений между людьми, тому будет доля награды от него, а кто будет посредником в плохом деле, в сении зла и смуты между ними, тому будет доля греха от него. Поистине, Аллах за всякой вещью наблюдает. И когда вас приветствуют каким-нибудь приветствием, например, скажут «Мир вам» или «Мир вам и милость Аллаха», то приветствуйте лучшим, чем вас приветствовали, или верните его же, ответьте подобным. Поистине, Аллах всякую вещь учитывает. Аллах, нет Бога, заслуживающего поклонения, кроме Него, непременно соберет вас ко дню воскрешения для расчета и воздаяния. Нет сомнения в том, И кто же правдивее Аллаха речью? Почему же вы, о верующие, в отношении лицемеров разделились на две партии? Одни из вас говорят, что с ними нужно сражаться, а другие придерживаются иного мнения. А ведь Аллах отбросил их от истины, лишил своего содействия к вере, за то, что они приобрели, за их плохие деяния. Неужели вы хотите наставить на истинный путь тех, кого Аллах ввел в заблуждение? И ведь если кого Аллах ввел в заблуждение, то для того ты никогда не найдешь пути. Хотели бы они, лицемеры и неверующие, чтобы вы, о верующие, стали неверующими, как они сами стали неверными, и затем вы бы оказались равными в неверии. Не берите же себе из них друзей-сторонников, пока они не переселятся на пути Аллаха, доказав тем самым свою правдивость в вере. А если же они отвернутся от того, к чему их призывают, то хватайте их, берите в плен и убивайте их, где бы вы не нашли их. И не берите себе из них ни друга, сторонника, ни помощника. Исключением в этом повелении сражаться являются те лицемеры и неверующие, которые прибывают к людям, между которыми и вами есть договор. Или те, которые пришли к вам на поле сражения, а груди их стеснены, они не желают, чтобы сражаться против вас или сражаться против своего народа. Нельзя сражаться против таких. А если бы Аллах пожелал, то Он непременно наслал бы их на вас, и они сражались против вас вместе с многобожниками. А если они, неверующие, которые невраждебны к вам, отделятся от вас, покинут вас, не сражаясь с вами, и предложат вам мир, то Аллах не дает вам никакого пути, чтобы воевать против них. Вы, о верующие, обнаружите, что есть и другие из числа лицемеров, которые хотят быть в безопасности от вас и будут внешне показывать вам веру, и которые хотят быть в безопасности от своих людей, неверующих, и будут перед ними показывать неверие. Всякий раз, как их возвращают к смуте, призывают к многобожию, они опрокидываются к ней, возвращаются к неверию. И если они, такие лицемеры, не отойдут от вас, не уйдут обратно, откуда пришли, и не предложат вам мира, и не удержат своих рук от войны против вас, то хватайте их, берите в плен и убивайте их, где бы вы ни нашли их. И в отношении таких мы дали вам явный довод на то, чтобы воевать против них и брать их в плен. И никак нельзя запрещено верующему убивать другого верующего, разве только, если это случится по ошибке, ненамеренно, по невнимательности, неосторожности и забывчивости. И кто, если убьет верующего по ошибке, то для него с целью искупления этого греха становится обязательным освобождение верующего раба и выплата установленного по шариату выкупа полностью вручаемого его семье, наследником убитого. Если только они не сделают его как милостыни за убившего по ошибке, простив ему этот выкуп. А если он убитый по ошибке, был из народа, враждебного вам, из страны или племени неверующих, и при этом являлся верующим, но об этом убийца не знал, то искуплением в таком случае явится только освобождение верующего раба, выкуп за него не дается. А если он убитый по ошибке, является из народа, между которым и вами есть договор, если убитый являлся неверующим в рамках договора или же находился под защитой верующих, то искуплением в таком случае явится выплата установленного по шариату выкупа, полностью вручаемого его семье, наследником убитого, и освобождение верующего раба. А кто же из убийц не найдет раба для освобождения, то он будет обязан соблюдать пост в течение двух последовательных месяцев, как покаяние перед Аллахом. И ведь Аллах знает, кто убил по ошибке и мудрый в своих установлениях. А если кто убьет верующего умышленно и не имея на это право, то воздаянием ему будет гиена, ад, для вечного пребывания там. И разгневался Аллах на него, на намеренно убившего верующего, и проклял его, и лишил своего милосердия, и уготовал ему великое наказание. О вы, которые уверовали, когда вы выступаете на пути Аллаха, то различаете тех, к которым вы приходите и которых оставляете, и не говорите тому, кто приветствует вас миром, имеет признаки верующего и не сражается с вами, ты не верующий, так как он может быть верующим, который скрывает свою веру, стремясь этим самым заполучить случайности, богатство, земной жизни. Ведь у Аллаха есть обильная добыча, он сам обогатит вас. Такими были вы сами прежде, скрывали свою веру от своих соплеменников-многобожников, но Аллах оказал вам милость, даровав вам могущество, так различайте же свои действия, чтобы по ошибке не убить верующего. Поистине, Аллах сведущ в том, что вы делаете. Не равны сидящие из верующих, не участвующие в борьбе на пути Аллаха, кроме тех, которые имеют вред, слепоту, хромоту и болезнь, и усердствующие на пути Аллаха своим имуществом и своими душами. Дал Аллах преимущество усердствующим на пути Аллаха своим имуществом и своими душами перед сидящими на степень, даровал им более высшие жилища в раю. И каждому обещал Аллах благо, рай, а усердствующим Аллах дал преимущество перед сидящими в великой награде, в степенях высоких жилищах в раю, от него и прощении грехам и объемлющим милосердии. И ведь Аллах прощающий тех, которые каются в грехах, и милосердны тем, которые покорны ему и усердствующим на его пути. Поистине, те, которых упокоят ангелы в состоянии, когда они притесняют самих себя, которые, имея возможность, не оставили страну неверия, они, ангелы, скажут, порицая, в каком положении вы были? И скажут они, мы были слабыми на своей земле, не могли отвратить зло и притеснение от самих себя. Они, ангелы, скажут, разве не была земля Аллаха обширной, чтобы вам переселиться на ней, в другое место, где вы были бы в безопасности за свою веру? У таких конечным пристанищем станет гиена, ад, и скверно это пристанище. Кроме слабых мужчин, женщин и детей, которые не могут ухитриться, чтобы отклонить от себя притеснение, и не находят, не знают пути, чтобы избавиться от страданий, в которых они находятся. Этим, слабым, может быть, простит Аллах, ведь Аллах снисходительный и прощающий. И кто, спасая свою веру, переселяется на пути Аллаха из страны неверия в страну ислама, надеясь на щедрость Аллаха и желая помочь его вере, тот найдет на земле много мест для убежища, где он будет в безопасности и обилие благ. А кто выходит из своего дома, переселяясь к Аллаху, его посланнику, и потом постигает его смерть до того, как он дойдет до намеченной цели, то награда его за это переселение становится обязательной у Аллаха, ведь Аллах прощающий и милосердный. А когда вы, о верующие, двигаетесь по земле, то нет на вас греха, чтобы вы сокращали молитву, если боитесь, что во время молитвы вас подвергнут испытанию те, которые стали неверующими. Поистине, неверующие для вас являются явным врагом, который открыто показывает свою вражду, поэтому остерегайтесь же их. В достоверной сунне пришли доводы на дозволенность и желательность сокращения обязательных молитв во время путешествия и даже в состоянии полной безопасности. И когда ты, о пророк, будешь находиться среди них на поле сражения и совершать для них верующих молитву, руководить молитвой, которая совершается при страхе, то пусть сначала встанет в молитвы вместе с тобой одна часть из них и пусть они, молящиеся, возьмут свое оружие. А когда они, первая группа, уже совершат земной поклон, то пусть они, другая группа, будут позади вас и наблюдать за врагом. После совершения первого раката руководящий молитвой остается стоящим, а группа сама завершает молитву. И затем пусть придет другая часть верующих, которая еще не молилась, и пусть они совершат молитву вместе с тобой. Также один ракат вместе с имамом и затем завершат молитву сами. Но пусть будут осторожны и тоже возьмут свое оружие. Хотели бы те, которые стали неверными, чтобы вы не брегли своим оружием и вещами, и они, неверующие, напали бы на вас единым устремлением и покончили бы с вами. И не будет греха на вас, если когда вы испытываете неудобство из-за дождя или вы больны, что вы сложите свое оружие, так как в этом состоянии оно чувствуется тяжелым, но при этом будьте осторожны, бдительны. Поистине, Аллах уготовал неверным унизительное наказание. А когда вы закончите молитву, то вспоминайте Аллаха стоя, сидя и на своих боках. А когда вы обретете успокоение, оказавшись в безопасности, то совершайте молитву в полном виде. Поистине, молитва для верующих предписана, сделана обязательной для совершения в установленное время. И не проявляйте слабости в поисках, преследования этих людей, ваших врагов и сражений с ними. Если вы, о верующие, страдаете от войны, то и они, неверующие, страдают так же, как и вы страдаете. Но при этом вы надеетесь от Аллаха на то, на что они не надеются, на награду, помощь и поддержку. И ведь Аллах знающий и мудрый. Поистине, мы не спослали тебе, о послание к Писанию, Коран, с истиной, которая содержит только истину, чтобы ты мог судить среди людей так, как показал, внушил себе Аллах. И не будь же, о пророк, ради изменников, обманщиков, припирающимся, не защищая тех, которые совершают преступление, но затем, оправдывая себя, говорят речь, которая противоречит действительности. И во всех случаях проси прощения у Аллаха, ведь поистине Аллах прощающий и милосердный. И не припирайся, соступая за тех, которые поступают по отношению к себе предательски, ослушаясь Аллаха. Поистине, Аллах не любит тех, кто совершает предательство и много грешат. Они скрываются от людей, боясь, что будут раскрыты их плохие дела, но не скрываются они от Аллаха и не стыдятся перед ним, ведь он с ними, своим знанием, когда ночью они замышляют речи, которыми он недоволен, и ведь Аллах объемлет то, что они делают, и ничто не скроется от него. Вот вы, о верующие, припираетесь за них, за тех изменников в земной жизни, а кто будет припираться с Аллахом за них в день воскресения, или кто будет за них покровителем, защитником, заступником. И если кто сделает плохо, совершит многобожие и неверие, или обидит самого себя, совершит грех меньший, многобожие и неверие, а потом попросит у Аллаха прощения, обратившись покаянием к нему, то он найдет Аллаха прощающим и милосердным. А кто приобретет грех, тот приобретет его против самого себя, ведь Аллах знающий и мудрый. А кто приобретет, совершит ошибку, грех без намерения или грех намеренно, потом обвинит в нем невинного, тот берет на себя бремя клеветы и явного греха. И если бы не щедрость Аллаха к тебе, о пророк, и не милость его, то, что он оберегает тебя, предупреждая путем откровения, то одна группа из них, те, которые пытаются оправдать совершившего преступления, непременно замыслила бы ввести тебя, о пророк, в заблуждение, чтобы ты ошибся при вынесении решения. А однако они вводят в заблуждение только самих себя, так как последствия этого дела обернутся против них самих. И ни в чем они не навредят тебе, ведь Аллах не спасал тебе книгу, Коран и мудрость, сунну и научил тебя, о пророк, тому, чего ты прежде не знал. И ведь щедрость Аллаха, которого наказал тебе, велика. Нет блага во многих из их тайных бесед, тайных бесед людей, кроме только такого, когда кто-либо повелевает, призывает давать милостыню или совершать доброе дело или примерять людей. И если кто делает это, стремясь к довольству Аллаха, тому мы даруем великую награду. А тот, кто воспротивится посланнику, после того, как стал ему ясен истинный путь и последует не по пути верующих, мы обратим его к тому, к чему он сам обратился, и будем сжечь его в гиене, и как скверно это пристанище. Поистине, Аллах не прощает рабу и не простит без полного покаяния, что ему предаются товарищи, равняют кого-либо с ним, но прощает то, что меньше этого, другие грехи, кроме многобожия и неверия, кому он пожелает из своих рабов. И кто предает Аллаху со товарищей, предает его, тот, значит, заблудился от истины очень далеким заблуждением. Призывают поклоняться они, многобожники, помимо него, Аллаха, только идолам женского рода, тем, которым они дали женские имена, и поклоняются они только мятежному, восставшему против Аллаха, сатане. И проклял его сатану Аллах, и сказал он, Иблис, «Я непременно и обязательно захвачу от твоих рабов долю, часть определенную, и непременно я буду вводить их в заблуждение, сбивать с пути истины, и обязательно возбужу в них ложные мечты, и обязательно буду приказывать им, чтобы они обрезывали уши у скота, чтобы таким образом они помечали тех животных, которых посвятили своим божествам, и непременно буду приказывать им, чтобы они изменяли творение Аллаха». И кто берет сатану сторонником, помимо Аллаха, тот потерпел явный убыток. Он, сатана, обещает им, запугивает своих последователей, что они обеднеют, если будут давать милостыню и расходовать ради Аллаха, и возбуждает в них мечты, увлекает к обретению богат запретным путем. Но обещает им сатана только обольщение. У таких вечным прибежищем станет гиена, ад, и не найдут они от нее спасения. А те, которые уверовали в Аллаха и совершали праведные деяния, исполняли его повеления и оставляли то, что он запретил, мы введем их в сады рая, где текут под ними, под дворцами и деревьями реки, в которых они будут пребывать вечно, оставшись там навсегда, по истинному обещанию Аллаха. А кто же еще может быть правдивее Аллаха в речах? Он никогда не меняет обещания. И этот великий дар не достигается лишь вашими мечтаниями о верующей или мечтаниями людей Писания, иудеев и христиан. Кто совершает плохое, тому будет воздано за это, и он не найдет для себя помимо Аллаха, покровителя или помощника. А кто будет совершать праведные деяния, будь то мужчина или женщина, и он совершающий при этом будет верующим, то такие войдут в рай и не будут притеснены даже на вес, выемки на финиковые косточки. И кто же еще может быть лучше по вере, нежели чем тот, кто предал свой лик Аллаху, полностью подчинился Аллаху во всех своих словах и делах, будучи искренним или добротворящим, и последовал за верой Ибрахима, за единобожием и покорностью Аллаха, будучи единобожником. Поистине Аллах взял и сбрал Ибрахима ближайшим другом. И только одному Аллаху принадлежит все то, что в небесах и все то, что на земле. И Аллах всякую вещь объемлет. И спрашивают они, люди, у тебя, о пророк, решение относительно женщин, положение об их имуществе и замужестве. Скажи им, Аллах даст вам решение, разъяснив положение относительно их женщин и относительно того, что читается вам в книге, Коране, о сиротах из числа женщин, которым вы, по установившемуся уже среди вас обычаю, не даете того, что предписано, сделано обязательным для них наследство, брачный дар и другое имущество, на которое у них есть право и которое находится в вашем опекуны распоряжении. И на которых вы, из-за их красоты и имущества, желаете жениться или же относительно тех девушек-сирот, на которых вы не желаете жениться сами и другим препятствуете в этом, чтобы их имущество оставалось в ваших руках. Вы должны давать девушкам-сиротам такой же брачный дар, как и другим женщинам и не должны им препятствовать выходить замуж. И Аллах также даст вам решение о слабых детях, чтобы вы давали им их долю в наследстве. И вы должны относиться к сиротам по справедливости. И чтобы вы не сделали хорошего, то ведь Аллах знает об этом. И если женщина станет бояться от своего мужа проявления неприязни, когда он из-за ее старости охладеет к ней, или уклонение, и при этом он не будет смотреть и не обращать на нее внимания, то не будет греха на них двоих, на мужа и жене, чтобы они устроили между собой согласие в вопросах расходования на нее и распределения на чей. И ведь согласие лучше, и при душах постоянно пребывает скупость. А если вы будете добродетельны со своими женами и остерегаться наказания Аллаха, исполняя его повеления и отстраняясь от того, что он запретил, то поистине Аллах сведущ в том, что вы делаете. И никогда вы, о мужчины, не сможете быть полностью справедливыми между женами в любви, даже если будете сильно стараться. Не уклоняйтесь же от той, которую вы любите меньше, всем уклонением, чтобы не оставить ее словно висящей, такой, которая не является ни женой, ни разведенной. А если вы уладите свои дела в отношениях со своими женами и будете остерегаться наказания Аллаха, стараться быть справедливыми, насколько можете, то поистине Аллах прощающий и милосердный. А если они оба, муж и жена, расстанутся, боясь, что нарушат границы, установленные Аллахом, то Аллах каждого из них обогатит от своей щедрости. И ведь Аллах объемлет щедростью и милостью, и Он мудрый. И только одному Аллаху принадлежит все, что в небесах и все, что на земле. Он владеет и управляет всем и объемлет все. И завещали мы тем, кому было даровано Писание до вас, иудеям и христианам, и также завещали вам, о община Мухаммада, чтобы вы остерегались наказания Аллаха, выполняя то, что Он повелел, и сторонясь того, что Он запретил. А если вы будете неверными, то ведь Аллаху принадлежит все то, что в небесах и что на земле. И Аллах богатый, ни в ком, ни в чем не нуждается. Достохвальный за все, что присуще только Ему одному. И только одному Аллаху принадлежит все, что в небесах и все, что на земле. И достаточен Аллах как покровитель, сторонник и защитник. Если Он пожелает, то уведет, погубит вас, о люди неверующие, и приведет других, лучших и более покорных, чем вы. И ведь Аллах могуч на это. Кто из вас, о люди, желает награды лишь этого мира, то ведь только у Аллаха награда и этого мира, и вечной жизни. У Него просите блага этой и вечной жизни. И ведь Аллах слышащий речи своих рабов и видящий их намерения и деяния, и Он воздаст им за это. О вы, которые уверовали! Будьте придерживающимися справедливости, говорите истину, свидетельствуя перед Аллахом, даже если это свидетельство будет против вас самих или ваших родителей, или ваших близких родственников. Будь тот, против которого свидетельствуют, богатым или бедным, то ведь Аллах ближе к ним обоим, чем вы. Он знает, в чем для них благо. Поэтому доверьте Ему их дело. И не следуйте же за прихотью, чтобы не отступить от справедливости. А если вы скривите в свидетельстве, исказите истину или уклонитесь от свидетельства, то поистине Аллах ведает о том, что вы делаете, и воздаст вам за это. «О вы, которые уверовали! Веруйте в Аллаха и Его посланника, и в Писание, которое Он низвел своему посланнику в Коран, и Писание, книги, которые Он низвел раньше, прежним пророкам. А кто станет неверующим в Аллаха и Его ангелов, и Его Писание, и Его посланников, и в последний день, день суда, тот, значит, заблудился далеким от истины заблуждением. Поистине те, которые уверовали, а потом обратно стали неверующими, потом снова уверовали, и затем опять стали неверными, колеблющиеся в сомнениях, потом усилили неверие, умерли на неверии. Не таков Аллах, чтобы простить им, и не таков Он, чтобы наставить их на истинный путь». Обрадуй, о пророк лицемеров, вестью о том, что им уготовано мучительное наказание, тех, которые берут неверующих сторонниками себе вместо верующих. Не ищут ли они лицемеры у них, у неверующих, величие? Поистине же, все величие у Аллаха. И ведь уже Аллах низвел вам, о верующие, в книге, в Коране, что когда вы услышите, как какие-либо люди отвергают знамения Аллаха и насмехаются над ними, то не сидите вместе с ними, пока они не перейдут на другой рассказ, пока не изменят тему разговора. Поистине, вы в таком случае будете подобны им. Поистине, Аллах соберет лицемеров и неверных, всех в гиене, в аду. Лицемеры – это те, которые выжидают, что будет с вами, о верующие. Если вам будет победа от Аллаха, они говорят, «Разве мы не были с вами?» А если выпадает неверующим доля победы и трофеев, они, лицемеры, говорят им, «Разве мы не старались помочь вам и не удерживали, защищали вас от верующих?» А Аллах же рассудит между вами в день воскрешения. И никогда Аллах не устроит неверующим пути против верующих, не даст победу неверующим, если верующие будут твердо держаться веры и полностью повиноваться Аллаху и его посланнику. Например, как это случилось при битве у горы Ухуд. Поистине, лицемеры пытаются обмануть Аллаха, внешне показывая веру и скрывая неверие в душе, тогда как он сам обманет их в день воскрешения. А когда они, лицемеры, встают на молитву, то встают ленивыми, молясь лишь для вида перед людьми и вспоминают Аллаха только мало, колеблясь в сомнениях между этим, между верой и неверием. Они не примыкают ни к этим, к верующим, ни к этим, к неверующим. И ведь если кого Аллах введет в заблуждение, оставив без своего содействия в наставлении, то для того ты не найдешь пути. О вы, которые уверовали! Не берите неверующих к себе покровителями, сторонниками вместо верующих. Разве вы хотите своей любовью к неверующим дать Аллаху ясный довод против вас на то, что вы неправдивы в своей вере? Поистине, лицемеры в самом нижнем слое огня ада. Ад состоит из семи слоев. И никогда ты, у пророк, не найдешь для них помощника, который смог бы защитить их от злейшего пристанища, кроме тех, которые покаялись перед Аллахом, оставили неверие и лицемерие, и исправили те злодеяния, которые они совершали скрытно и явно, и ухватились за веру и закон Аллаха, и сделали свою веру исключительной только ради Аллаха, поклонялись и служили только Аллаху и только ради его довольства. Вот такие, вместе с верующими, в этом мире и в вечной жизни. И ведь Аллах одарит верующих великой наградой. Что сделает Аллах с вашим наказанием, не накажет вас, если вы будете благодарны за его благо, и уверуете в него и его посланника. Поистине, Аллах благодарный и знающий. Не любит Аллах ту речь, когда вслух говорят плохое о ком-либо, если только не от того, которого несправедливо обидели. И ведь Аллах слышащий и знающий. Если вы обнаружите добро, открыто совершите благодеяние, или скроете его, совершите скрытно, или простите зло, несправедливую обиду, которую причинили вам, и которую желательно скрыть, то поистине Аллах снисходительный и всемогущий. Этим вы будете более заслуживающими прощения в день суда. Поистине, те иудеи, христиане и другие, которые проявляют неверие в Аллаха и его посланников, и желают сделать разделение между Аллахом и его посланниками, веровать в Аллаха и отвергать его посланников, говорят, мы веруем в одних пророков и не веруем в других, и хотят они найти между этим некий средний путь. Такие, они в действительности являются неверующими, и приготовили мы неверующим унизительное наказание. А те, которые уверовали в Аллаха и во всех его посланников, и не делали различий между кем-либо из них, из пророков, и исполняли закон Аллаха, это община пророка Мухаммада, таким мы дадим их награды. И ведь Аллах прощающий и милосердный. «Просят тебя, о пророк, люди Писания, иудеи, такое чудо, чтобы ты не звел им Писание с неба, от Аллаха уже написанные свитки, как были несподстваны скрижали торы пророку Мусе. Не удивляйся, о посланник, ведь они, их предки, просили пророка Мусу о большем, чем это, и сказали, покажи нам Аллаха открыто. И их поразила молния за их несправедливость, за то, что они просили то, на что у них нет права. Потом, когда Аллах воскресил тех, которых поразила молния, они взяли себе тельца, как божество, после того, как пришли к ним ясные знамения, чудеса, с которыми был послан пророк Муса. И мы, по причине их покаяния, простили это, их поклонение тельцу, и дали пророку Мусе явный доллар. И воздвигли мы над ними, над их головами, гору, тур, при заключении завета с ними, что если они не будут исполнять тору, то эта гора будет опущена на них. И также мы сказали им, входите в ворота Иерусалима, проявляя покорность и благодарность Аллаху, а именно преклоняясь ниц. А они вместо этого стали входить в город, ползя на нижних частях своего тела. И также сказали мы им, не нарушайте субботы, запрета работать в субботу, так как этот день предназначался только для поклонения и служения Аллаху. Однако они нарушили этот запрет, с хитростью занимаясь ловлей рыб в этот день. И также взяли мы с них суровый завет, что они будут строго исполнять положение торы и не будут нарушать границы, установленные Аллахом. Но они нарушили этот завет. И пало на них проклятие Аллаха за то, что они нарушили свой завет и были неверующими в знамение Аллаха и убивали пророков, не имея на это права, и за то, что они говорили. Сердца наши покрыты, закрыты чем-то, и поэтому истина не доходит до них. О нет! Аллах запечатал их сердца за их неверие и становятся из числа иудеев. Верующими принимают ислам только немногие. И также проклял их Аллах за их неверие и за то, что они изрекли, сказали на Марьям, мать пророка Исы, великую ложь, назвали ее прелюбодейкой. И также проклятие пало на них за их слова, за то, что они сказали, издеваясь и насмехаясь, «Поистине мы убили Мессию, Ису, сына Марьям, посланника Аллаха». А ведь они не убили его и не распяли, но это только показалось им. Они распяли другого, думая, что он Иса. И поистине те люди Писания, которые разногласят об этом, об этом убийстве, однозначно, пребывают в сомнении об этом. Нет у них, у людей Писания, об этом никакого знания, кроме следования за предположением. И ведь они не убивали его, Ису, достоверно, действительно. Нет, наоборот, Аллах вознес его, Ису, живым и духом, и телом к себе. И поистине, Аллах величествен в своем владычестве и мудр в своих решениях и повелениях. И после мисхождения пророка Исы с неба перед днем суда, из людей Писания не останется такого, который бы не уверовал в него, пророка Ису, до его смерти. А в день воскресения он, пророк Иса, будет свидетелем для них, будет свидетельствовать за того, кто признал его посланником Аллаха и против того, кто отверг его. Из-за несправедливости, что творили те, которые стали иудеями, мы запретили им благо, некоторые виды пропитания, которые прежде им были разрешены, из-за отвращения ими многих людей от пути Аллаха, от истинной веры, и также за то, что они брали рост, ростовщическую долю, а хотя это было им запрещено, и также за то, что они поедали имущество людей незаконно, посягали на имущество других, не имея на это права. И приготовили мы неверным из них иудеев мучительное наказание, в которое они будут ввергнуты в вечной жизни. Однако твердые в знаниях из них, знающие из числа иудеев, которые приняли ислам, и верующие, которые веруют в то, что неспослано тебе, о Мухаммад, в Коран, и веруют в то, что было неспослано до тебя, в книге Аллаха, которые были неспосланы до Корана, и совершающие молитву, и дающие обязательную милостыню, закят, со своих имуществ, и верующие в Аллаха, и последний день, день суда, таким мы дадим великую награду. Поистине, мы внушили откровением тебе, о Мухаммад, так же, как и внушили откровением пророку Нуху, и пророкам после него, и мы внушили откровением Ибрахиму, и Исмаилу, и Исхаку, и Якубу, и коленом, пророкам из двенадцати родов, потомков пророка Якуба, и Иси, и Айубу, и Юнусу, и Харуну, и Сулейману, и дали мы Дауду, книгу, Псалтырь. И направляли мы к людям посланников, о которых рассказывали тебе, о Мухаммад, в Коране, прежде чем был неспослан этот аят, и посланников, о которых мы не рассказывали тебе, и Аллах говорил с пророком Муссой истинным разговором, без посредника. И направляли мы к людям посланников, как радующих, о награде от Аллаха, вестников и увещателей, которые предостерегают от наказания Аллаха, чтобы не было для людей против Аллаха оправдательного довода после посланников, и Аллах величественный в своем владычестве, и мудрый в своих решениях и повелениях. Но если они уже не веруют в тебя, о посланник, то Аллах сам свидетельствует тем, что Он неспослал тебе Кораном, о том, что ты являешься Его посланником. Неспослал Он его Коран по своему знанию. И ангелы тоже свидетельствуют об истинности того, что неспослано тебе, а вообще уже достаточно одного Аллаха, как свидетеля. Поистине те, которые стали неверующими и отклоняли людей от пути Аллаха, от ислама, заблудились они далеким от истины, заблуждением. Поистине те, которые стали неверующими и совершили притеснение самим себе, своим неверием, Аллах не таков, чтобы простить им их грехи и повести каким-либо путем, кроме как только путем гиены, ада, в котором они будут пребывать вечно и всегда. И ведь это для Аллаха легко. О, люди! Ведь уже пришел к вам посланник, пророк Мухаммад, с истиной от вашего Господа. Уверуйте же, так как эта вера лучше для вас. А если вы будете неверующими, то знайте, что Аллах не нуждается ни в вашей вере, ни в вас самих, так как поистине только одному Аллаху принадлежит все то, что в небесах и на земле. И ведь Аллах знающий и мудрый. О, люди Писания, придерживающиеся Евангелия, не проявляйте чрезмерности в вашей вере, не выходите за рамки вероубеждений и не говорите на Аллаха ничего, кроме истины, не говорите, что у него есть сын или женщина, которая родила ему сына. Ведь Мессия Иса, сын Марьям, является лишь посланником Аллаха, его словом, которого он создал под своему слову «Будь», и которое он отправил к Марьям, сообщил ей об этом. И духом от него, обладатель духа, как и другие же живые творения, но словами от него Аллах Всевышний проявляет ему почет. Так веруйте же в Аллаха и его посланников, и не говорите «три Бога, троица». Удержитесь от этого слова, и это будет лучше для вас. Ведь Аллах является лишь единственным, достойным поклонения Богом, приславен и превыше Он того, чтобы у Него был Сын. Ему принадлежит все, что в небесах и на земле, и достаточен Аллах как покровитель, тот, на кого полагаются и уповают. Никогда Мессия, Иисус, сын Марьям, не посчитает унизительным для себя быть рабом Аллаху и неприближенные ангелы. А кто посчитает унизительным для себя служение и поклонение Ему и проявит высокомерие, тех соберет Он к себе в день воскрешения, всех, затем рассудит справедливым судом и воздаст каждому, потому что Он заслужил. А что же касается тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, совершали только ради Аллаха то, что повелел Аллах Сам непосредственно и через Своего посланника, Он полностью без убавления даст им их награду и еще добавит им по своей щедрости. А что касается тех, которые считали унизительным для себя служение и поклонение Ему и проявили высокомерие, Он накажет их мучительным наказанием, и не найдут они себе, помимо Аллаха, покровителя и помощника, который защитил бы их от Его наказания. О люди, к вам пришло доказательство от вашего Господа, доказательство, пророк Мухаммад, и неизвели мы вам ясный свет, Коран. Что же касается тех, которые уверовали в Аллаха и крепко ухватились за Него, за Коран, их Он введет в Свою милость и щедрость в рай и поведет их к себе, к своему довольству, прямым путем. И спрашивают они люди у тебя, о пророк, решение в вопросах распределения наследства. Скажи им, Аллах дает вам решение относительно того умершего, который оставил наследство только по боковой линии, у него или у нее нет родителей и детей. Если умрет человек, у которого нет ребенка, а есть у него сестра, то ей полагается половина того имущества, что он оставил. И он, брат, наследует после нее все ее имущество, если у нее нет ребенка. А если их сестер две, то им обеим две трети того, что он их брат оставил. А если они, наследники, братья и сестры, мужчины и женщины, то мужчине полагается доля равная доле двух женщин. Аллах дает вам разъяснение в вопросах распределения наследства, чтобы вы не впали в заблуждение и даже в этом вопросе. А Аллах о всякой вещи обо всем знает. Продолжение следует...